Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами компания «Научно-производственный центр ревитализации и здоровья» и врач-деметик, кандидат медицинских наук Собурова Ирина Игульевна. Сегодня мы с вами поговорим о нашей сердечно-сосудистой системе, о том, как она работает и чем мы с вами ее можем поддержать. В процессе нашей жизни. Поговорим о продукте «Санокур» и о «Дестап». Прежде чем начать, давайте как обычно. Плюсики, минусики. Вы меня слышите? Вы меня видите? Слышите ли вы презентацию? Так, пока что-то я не вижу в ваших ответах. Не очень понимаю. Угу. Все. Кто-то меня слышит. Так, опять. Так. Ну, все. Вот. 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 Так, хорошо. Если у кого-то звука нет, мы ему оставили инструкцию, как действовать, а мы с вами потихонечку начнем нашу работу. Итак, сердечно-сосудистая система. Это картинка, которая вам известна со школы. Это наша кровеносная система, это наше сердце и наши сосуды, два круга кровообращения. И вы помните, что малый круг кровообращения кровоотталкивается правым желудочком, поступает она в лёгкие, в лёгких происходит газообмен, кровь туда поступает венозная, насыщенная у веки пиолаза, вот она здесь сидя нарисована. В лёгких происходит газообмен и затем уже артериальная алая кровь поступает в левую половину сердца. Сначала в предсертие, затем в желудочек и уже из белого желудочка кровь выталкивается в аорту и дальше поступает по всему телу. Артериальная, красная, несущая кислород и питательные вещества. В микроциркуляторном уровне с сиреневым светом происходит обмен кислородой питательных нищет и кровь уже венозная, не насыщенная кислородом, а наоборот в медицинском газе, собирается снова по венозному руку и попадает в правое предсертие. Вот так замыкается наше кредит кровообращение. Важный самый орган в этой системе, безусловно, сердце. Сердце у нас четырёхкамерное и правое и левое половины сердца герметичны друг от друга, кровь не сливается, не соединяется. То есть венозная и артериальная кровь разделены между собой. Иногда бывает не так при пороках сердца, когда в перегородке межжелудочковой или межпрецепной появляются отверстия, и когда кровь смешивается, это чревато разного рода нарушениями. Но если всё в норме, да, кровь не смешивается, то это наше с вами большое достижение, достижение теплокрома. За счёт этого мы можем иметь более высокий объем веществ, метаболизм и быть теплокромными, то есть поддерживать температуру нашего тела вне зависимости от температуры окружающей среды. Как видите, сердце, сосуды распределены по всему организму, нету такой ткани, органы, к которым вы не подходили сосуды. Она выполняет множество ролей, мы сейчас с вами их просмотрим. И ещё немножко остановимся на сердце. Сердце у нас четырёхкамерное, мы уже выяснили. Между предсердиями и желудочками у нас есть клапаны, да, которые препятствуют обратному току крови. И между желудочками и сосудами у нас есть клапаны, которые тоже препятствуют обратному току крови во время расслабления, расслабления сердечной мышцы. И последнее, что надо сказать здесь, у этого слайда, это то, что сердце, сердце питается тоже кровью, и коронарные артерии, которые его питают, они отходят сразу от аорты за кармашками, за клапанами. Да, и особенность этих артерий заключается в том, что сердце питается в диастолу. То есть, если все остальные ткани, наибольший обмен происходит, когда-то, когда систолы, когда больше всего крови выхлитнуто в кровеносная рука, то само сердце питается во время диастолы, да, это важно. Это нам с вами важно для следующего, последующего исследования, как мы можем помочь нашему сердцу, и почему, и почему она у нас устрадает в таких ситуациях. Итак, функция сердечно-сосудистой системы. Ну, самое главное, и ту, которую мы все знаем, это транспортная система, да. То есть, сосудный сердце – это наша транспортная система, по которому ко всем тканим и органам поступает питательное вещество, кислород, а уходят продукты отработанного метаболизма и углекислый газ, да. Представьте себе город, город, в котором множество дорог, к которому подходит много дорог, к которому подходит продукты питания, к которому поступает вода, электричество, а по коммуникациям уходят продукты переработки, мусор, канализация и так далее, да. Вот точно так же работает наш с вами организм, то есть у него есть и доставка питательных веществ, и есть забор отработанных. И это выполняет сердечно-сосудистая система. Кроме этой сердечно-сосудистой системы регулирует работу всех тканей органов, таким образом, до кровотока. То есть, если больший кровоток в органе появляется, да, то метаболизм в нем повышается и активность повышается. Если нужно понизить работу органа, помните, мы с вами разбирали симпатику и парасимпатику, да, и когда симпатическая нервная система активируется на стрессе, да, нам не нужно, чтобы работали две системы, пищеварительная и репродуктивная. Нет смысла сейчас отдавать кровь, необходимые питательные вещества, этим системам. Поэтому сосуды этих органов переживают, они уменьшают свою активность. Таким образом, сердце и сосуды регулируют активность всех остальных органов. Ну и интегративная функция, наш организм объединяется в единое целое, все системы, органы, вот этой вот все проникающей нашей сердечно-сосудистой системы. Очень важная система. Чуть побольше остановимся на каждом из этапов этой системы, на каждом из значимых органов. Так, сначала сердце, да, выяснили, что оно четырехкамерное, что в нем есть клапаны, что в нем есть предсердие. И желудочки, желудочки, они более мощные, они выталкивают кровь, либо по малому, либо по большому кровообращению. Да, я вижу, что звука нету. Сейчас напишу сообщение, и мы продолжим с вами. Итак, значит, какие функции выполняет наше сердце? Да? Ну, прежде всего, это носок. Это то, что гоняет нашу кровь по сердечно-сосудистой системе. Но, кроме этого, сердце еще и собирает информацию о состоянии наших органов. И в соответствии от этого меняет свою работу, регулируя напор крови в системе, ну, и регулируя работу, как мы говорили, ткани и органы. Да, каким образом оно собирает эту информацию? В аорте есть рецепторы. Рецепторы, которые реагируют, хеморецепторы, на содержание углекислого газа в крови. Абаро-рецепторы на артериальное давление. Если содержание углекислого газа в крови повышается, и хеморецепторы это регистрируют, то они реагируют на это. То есть организм на это реагирует, пытается это компенсировать. Да? И они увеличивают частоту сердечных сокращений, заставляя сердце более мощно проталкивать кровь через сердечно-сосудистую систему. Считая, что этого недостаточно, да, слишком много углекислого газа в крови. И если мы говорим о работе пара-рецепторов, да, то они регистрируют давление. Если давление высокое, они снижают активность сердца и сосудов. А если давление низкое, то они увеличивают частоту и силу сердечных сокращений. Вот таким вот образом сердце регулирует свою работу и состояние периферических органов. Ну, кроме этого, сердце еще способно выделять гормоны. Он называется натриолитический фактор. И с помощью этого фактора сердце защищает само себя. Каким образом? Оно снижает нагрузку на самого себя, убирая из кровотока излишнюю воду. То есть натрий, уритический фактор, натрий в руках, он, этот фактор способствует уходу натрия в канальцев почек, да, в мочу. А за натрием идет вода. Натрия – это льон, который всегда тянет за собой воду. Таким образом, из кровотока убирается лишняя вода и сердце, если появляется повышенное артериальное давление и повышается объем циркулирующей крови, то сердце перерастяжение идет в сердечные мышцы, то сердце выделяет этот гормон и таким образом попытается себя спасти. Чем неприятно нам перерастяжение сердечной мышцы, когда оно происходит? Ну, в зависимости от всего препаратов, да, когда клапаны негерметичны и когда идет обратный заброс крови во время расслабления. Крови становится больше и каждый раз, да, вот этот вот остаточный объем сердца должно не только, вот тот объем, который к нему регулярно во время каждого удара приходит протолкнуть сосудистые росла, но и этот вот еще остаточный объем, загрузка на сердце увеличивается. Зачастую при сердечной недостатке сердца, то есть при неэффективности сердечного сокращения, при слабом сердечном сокращении, да, тоже остается этот остаточный объем, даже если он не забрасывается в предсердие. И сердце не хватает силы все вытолкнуть. То есть тоже перерастяжение происходит, накапливание крови в сердце, перерастяжение сердечной мышцы. И если очень большой, вдруг внезапно появился в периферийном кровотоке объем сокулирующей крови, да, задержка жидкости произошла. Вот сердце пытается спастись от этого, защитить себя от перерастяжения. Чем для него опасно перерастяжение? Нарушение нейтротики. Когда мышца растянута, да, ее питание ухудшается, она, соответственно, метаболизм в ней замедляется. Кроме этого, также замедляется ее метаболизм, нарушается питание при тахикардии. Почему? Вспоминаем первый слайд, мы с вами говорили, что сердце питается кровью очень специфически. Коронарные артерии открыты только во время диастолы, да, во время систолы они смыкаются. И поэтому только тогда, когда сердце отдыхает после сокращения, тогда в нем идет кровоток, когда оно питается кровью. Что происходит при тахикардии? Время диастолы уменьшается, вообще общее время, когда сердце находится в расслабленном состоянии. То есть общее время, когда сердце кровоснабжается, тоже уменьшается. Ну и, соответственно, нарушается питание, нарушается кровь, нарушается поступление питательных веществ и кислорода к самому мышцу сердца. То, что питает и дает кислород всему организму, само нарушается и начинает от недостаточки питания. И кислород. Вот такой важный орган, так он сам себя защищает, а мы потом с вами посмотрим, как мы его можем защитить. Сосуды. Про сосуды вы помните, да, этот слайд тоже вы видели. Вены и артерии у нас есть, на слайде видно, отличаются друг от друга внутренней оболочкой мышечной. Вена она небольшая, способная поддерживать только тонус. У артерии она толстая, мощная, слойная, зачастую в крупных артериях, способна своим собственным сокращением. Артерии у нас сокращаются сами и помогают дальше, помогают сердцу дальше проталкивать строк по сосудам. Да, вены не сокращаются, видите, эта слабая волна идет, которая все-таки не проталкивает строк по сосудам. Поэтому, чтобы не было обратного сока крови, в венах у нас есть клапаны. Да, и когда эти клапаны недостаточны, кровь все-таки не текает, а назад, в обратную сторону, да, скапливается в периферийных камерах и расширяется, растягивает вены, да, и это называется, вот, на расширении вены. Многие видели это и на картинках, и вживую, да. Так, сосуды и вены, и артерии у нас состоят из трех оболочек, андотелиальные внутренние, много мы с вами о ней говорили, еще будем говорить об андотели, его значимости, ну, вот, мышечные и народное андентифициальное. Вот по этим сосудам кровь идет в камень и уходит из камень. И, наконец, кровь пришла к микроциркуляторному ручку. Что относится к микроциркуляторному ручку? Это маленькие капилляры, ширина которых составляет ширину одной клетки эндотелиальные. Тут уже нету трех слоев, нету мышечного слоя, это только одна клетка эндотели. Для чего это сделано? Для того, чтобы была возможность диффузии, да, через эту клетку, через любую мембрану осуществлять обмен кислорода на углекислый газ, а питательных веществ на отработанные метаболизмы. И посмотрите, какая огромная у нас с вами в теле поверхность занята этими капиллярами. Это тысяча квадратных метров или полтора квадратных метра на столбикам. Да, у нас тут очень большая поверхность. Активно у нас работает вот так микроциркуляция. Кроме того, в микроциркуляторном ручке находится большая часть объема циркулирования, вот кроме нашей, да, он не циркулирует в активных сосудах, а он сохраняется там. Для чего? Для того, чтобы если вдруг возникнет необходимость резко увеличить объем крови, например, при стрессе, при активации симпатии или при кровопотере, да, мы могли это сделать мгновенно, просто сокращением артериолы. А артериолы – это самые маленькие артерии, самые последние артерии, которые несут на себе стенку, трехслой юр, и у которых есть гладкие мышцы в составе. И вот, собственно, эти артериолы и контролируют количество крови в органе, кровоток и общее артериоле. То есть кажется, что у нас сокращение или расслабление крупных артерий, от этого зависит артериальное давление в системе, но больше оно зависит все-таки от спазма вот этих микроциркул. Поэтому все вещества, которые способны избирательно расслаблять гладкую муску ростовую артерию, являются идеальными антибитофонидемными препаратами. Таких немного, и мы с вами о них поговорим. Ну, понятно, что через микроциркуляторное росто осуществляется транспортной. Как же регулируется деятельность от личных соседей системы? Два регулятора мы с вами уже назвали. Барорецепторы каротидного синуса, артериальное давление, да, и хеморецепторы каротидных телец, которые регулируют на уровень ингредиентного газа. Очень интересно. Наш организм с вами вообще не особо реагирует на уровень кислорода. Именно молекулы, которые возбуждают и продолговатый мозг, и хеморецепторы, это гликитный илаз. Да, вот так интересно устроен наш организм. Казалось бы, то, что мы выводим, то, что нам не нужно, но вот именно уровень его активизирует хеморецепторы. Кроме того, есть еще две системы, которые вы тоже знаете и слышали уже, мы с вами упоминали, симпатическая и парасимпатическая нервная система. Это две части ледитативной нервной системы, которая соединена, ну, начинается она с продолговатого мозга. Продолговатый мозг – это самая наша древняя система в головном мозге. Мы ее разделяем не только вместе со всеми животными, но и со всеми птицами, и земноводными, и даже с людьми. Очень древняя система, которая отвечает за работу внутреннего мозга, и она не подчиняется нашим волевым усилиям. Да, никто не может волевым усилиям расширить сосуды, смыслить артериальное давление, заставить сердце увеличить или уменьшить частоту сердечных сокращений. Если бы мы, может быть, это могли бы делать волевыми усилиями, то было бы гораздо легче. И меньше таблеток нам понадобилось. Силу сердечных сокращений и уменьшает артериальное давление, и уменьшает коронавирус. Вот как на схеме показано, как все это происходит. Информация от рецептора, да, вы видите зелененькие стрелочки, она идет продолговатый мозг, а там она обрабатывается, спускается вниз спиной мозг и по корешкам спинного мозга, и дальше уходит сердце, да, о том, как и мозг, какой силой и частотой сокращаться, и уходит на сосуды, на вены артерии, регулируя их сону и сокращение. Еще один показатель, о котором мы с вами сегодня поговорили, это артериальное давление. Известный такой показатель, большинство его мерило, большинство знает, что это такое, но, тем не менее, мы вспомним, что, как это на самом деле происходит. Говорят, верхнее и нижнее давление. На самом деле это систолическое и диастолическое давление. Давление мы меряем артериальное, в артериальном системе. Систолическое или верхнее, которое называется, это то, которое соответствует выбросу крови в аорту, то есть сокращению желудочка, левого желудочка. А диастолическое – это тогда, когда он максимально раскладывает. Артерии у нас эластичные, в них кровь циркулирует замкнуто, не прерываясь, вот этот поток крови не прерывается. И у взрослого человека в норме, в покое, артериальное давление должно быть 120-130 на 70 на 8. Это нормальные показатели. И как мы будем защищать нашу сердечно-сосудистую систему? И вообще, от чего мы его будем защищать? Два продукта – танакон и адестат. Комплексные препараты, но будем мы рассматривать их и не по отдельности, и даже не по продуктам, а по тем уровням, на которые действуют различные действующие вещества, уходящие в высоту. Витамины, микроэлементы, биохлавиноиды и так далее. Итак, у нас есть сердце. Мы с вами говорили, что сердце питается только в диапазоне. То есть, если у нас появляется тахикардия, неоправданная тахикардия, то есть не та тахикардия, которая появляется у спортсмена, когда он пробежал 100 метров, или даже у обычного человека, когда он пробежался за автобусом или поднялся на пятый этаж. Это тахикардия, которая возникает, так называемая, в покое, неоправданная. То есть, в этом состоянии сердце перестает адекватно получать питательные вещества, да? И это ухудшает его метаболизм и провоцирует дальше какие-то сердечно-соснедистые заболевания. И поэтому здесь очень важны вещества, которые способны снизить частоту сердечных сокращений. Одно такое вещество, микроэлемент, мы с вами уже знаем. Мазух. Мы много о нем говорили, когда говорили о кальцизе. Он антагонит кальция, он стабилизирует мембрану, снижает скорость проведения нервного импульса. И кальций участвует в сокращении, способствует сокращению мышцы. А магний наоборот, это не антагонит, способствует расслаблению. То есть, вот магний снижает частоту и оптимизирует силу сердечных сокращений. Что значит оптимизировать? Помните, мы с вами говорили, слабое, недостаточное сердечное сокращение, не вся кровь выталкивается из желудочка, застаивается там, растягивается от личной мышцы. Вот этого не происходит. То есть, сила оптимальная, вся кровь выталкивается за одно сокращение из желудочка, уходит с кровотой, кровь не достаивается, не расширяет сердце. Точно таким же эффектом обладает калий. Калий, ион внутриклеточный, является антагонистом натрии. Если калия в организме мало, то его место в клетке начинает замещать натрий. А мы уже помним по натриогенетическому гормону, что натрий тянет за собой воду. И он тянет ее везде. Если он уходит в мочу, он тянет ее в мочу. Если он уходит в клетку, он начинает тянет ее в клетку. Клетка расширяется, разбухает, все структуры ее разбухают, вода давит на клетку и метаболизм не нарушается. И если посмотреть на сердце человека, у которого гипокалий нет, оно разбухшее и отекшее. И оно не сокращается нормально, оно при пищи, при питании. То есть нарушено проведение нервного лечения. Поэтому, когда нам нужно поддержать сердечную мышцу, калий работает так же, как и магний. Кардиологи это прекрасно знают и используют. И когда людям сердечные недостаточности назначают препараты, всегда назначают еще один препарат – панамгин. Многие о нем слышали. Вот этот панамгин – это препарат калия и магний. Ну, за тем исключением, что калий магний, панамгин, он возражает снизу другого, когда зоны металла отдельно применяются, они часто оказываются такое действие. Поэтому все-таки стараются комплексовать с чем-то еще, да, чтобы защитить желудок. А так вот панамгин, он обязательно прийдет сердечными недостатками. Кроме этого, есть травы, которые за счет компонентов, входящих в состав зоноидов, обладают центральным успокаивающим действием. То есть они действуют на регенеративную нервную систему, симпатику тормозят, парасимпатику активируют. За счет этого успокаивается, да, просто нервная система, то есть тревожность, какой-то там страхи, беспокойства уходят. Ну и кроме этого, снижается чистота сердечных сокращений и снижается артериальное давление. Вот такого центрального гимна. То есть эти травы, некоторые из этих трав, да, мелиса, хмель и поленбола тоже вошли в состав наших продуктов в кардиопанели, кардиолинейки. Кроме того, мы говорили, нагрузка на сердце, увеличение объема сокращающей крови, слишком много в других сосудах в системе. Так вот, есть травы, которые обладают мочегонным эффектом. И они тоже всегда входят в состав кардиопротективных препаратов, да. Мочегонные, это вообще еще и первый препарат, который кардиологи не замечают. И это они, и сердечные недостаточности. Снять нагрузку. Первое, что важно, снять нагрузку. Вот травы, это боярышники и шишки смеля, да, они убирают лишнюю воду, травотоку. Следующий этап. Сосудистый спадок. Ну, мы говорили, что крупные сосуды у нас чуть меньше, да, влияют на давление. Больше всего у нас влияет на давление артериола. Артериола, самые маленькие артерии. И говорили мы уже с вами об этой молекуле. Аргенин. Это аминокислота, пищевая сочница, и поступает она от нам с пищей. И в организме есть естественный цикл ее утилизации. В ходе которого синтезируется молекула оксида азота, которая, так же, как и молекуле кислого газа, является одним из самых мощных вазодилататоров. Причем избирательно действует именно вот на эти маленькие артериолы, снимая их с пазом, улучшая микроциркуляцию кровоток на периферии и снижая артериальное давление. Один из самых мощных вазодилататоров. Такими же действиями обладают магния и калий. Тоже мы смотрели этот механизм антагонистик кальция и натрия. И некоторые еще вещества. Вот сульфокислота, каурин, тоже такое же спазмолитическое действие оказывает. И вещество биохлавиноиды, находящиеся в пенцеле. Тоже известное вещество, как спазмолитик известный, да, только чаще всего используется при спазмах желудочно-кишечной тракции. Особенно у детишек, у мамы любят снимать, да, спазмах желудка, кобурия. Но гладкая мышца, она везде гладкая мышца, она и в желудке, в желудочно-кишечном тракте, она и в сосуде. Поэтому спазм снимается и там, и там, везде, где она везде. Эндотелий, эндотелийный слух, это то, что выстилает всю нашу сосудистую систему и то, из чего состоят капилляры. Говорили мы с вами много о значении эндотелий, о значении его крепости, когда говорили о прививании препаратин, да, и говорили об атеросклерозе. Многоэтапное, да, многокомпонентное заболевание атеросклероза. Помним, что там и эндотелий слухивается, и жирные кислоты в большом количестве поступают в стенку сосудов, воспаление излишнее образуется, окисление перекисное. От всего этого нужно защищаться и нужно защищаться тоже комплексно. Это у нас никотиновая кислота, тоже помним, что она реологические свойства крови улучшает, то есть тромбоциты гиперактивированные, стабилизирует их стенку, не дает, да, возможности им прикрепиться безцельно, да, тогда, когда в этом нет необходимости, нет рамы, нет необходимости закрывать отверстия. Снижает уровень холестерина, нормализует обмен жирных кислот в печени и защищает, усиливает сами эндотелийные клетки, эти сосуды ускоряются. Тем же эффектом обладает гидроферцитин из сибирской лиственницы, мы помним, где ухлореноид выделили, калий и маклит. То же самое, снижает мясо в крови и стабилизирует клеточную стенку тромбоциты. Кроме этого, некоторые растительные препараты, такие как крапива и карабин, они еще обладают мощным противовоспалительным эффектом. Гидроферцитин тоже обладает сильным противовоспалительным эффектом, то есть снимает образование вот этих медиаторов излишнего в очаге атеросклероза, излишнее образование медиаторов воспаления. И еще препятствует мощный антиоксидант, он препятствует образованию свободных перекисов. Это то, что запускает механизм от воспаления, это же федератическая дежда. И наконец-то мы добрались до ткани. Весь обмен осуществляется вот в этом микроциркуляторном русле, которое тысячу квадратных метров, и которое на самом деле состоит из капиллярчиков шириной всего в одну клетку. Поэтому понятно, что очень обмен зависит от строения этого капилляра и от его здоровья. Если пенка капилляра, пастолипидный слой нарушен, то нарушен весь обмен. И вещества, которые поддерживают, укрепляют эту стенку, это снова ликотиновый кислотан. Она активизирует синтез АТФ в средстве, в эндотеле АТФ, то есть в эндотеле больше энергии для того, чтобы заплатить за пластические процессоры. Тот же дегидрокерцитин. И есть еще одно интересное вещество, рябина, перноподная рябина. Оно не только интересно, оно еще очень интересно. И старые кардиологи, кардиологи старой школы, да, они для гипертоникам, да, для ишемической болезни сердца, они всегда рекомендовали кушать рябину или пить сток из него. Я знаю, что он очень хорошо защищает сосуды. Сейчас об этом немножко начинают забывать, и вместо этого защиты и укрепления капилляра дают аспирин в малых дозах, но, к сожалению, у них есть большой побочный эффект, это кровоточить. Причем иногда капиллярные кровоотечения проходные, очень сильные, в ходе гастеризации, и это очень тяжелое сложение. Не назначать аспирин нельзя, не защищать сосуды при атеросклерозе, да, при распространенном. Мы боимся отработок, но в то же время вот имеется такой сложный большой, тяжелое отложнение. А у нас есть вещество, природа на маму пудрила, которое не имеет никаких осложнений, но, тем не менее, это очень эффективно защищает стенку сосудов. И плоды арумия, я любимый черноходный, они тоже входят в линейку этих продуктов. Ну и хвост полевой, который еще способен убирать стоневые атеросклерозы, убирать лишнюю жидкость из межстроневых пространств, укреплять сосудистую систему. Вот так поэтапно мы защищаем нашу сердечно-сосудистую систему, да, и рекомендовать можно это с использованием тогда, когда уже разбились тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, какие-то как атеросклероз, пшеническая болезнь, реальная департенция, сердечная недостаточность, какие-то аритмии разного генеза. Ну и, естественно, все это на фоне комплекса с лекарственной терапией. Это не замечает, не отменяет лекарственную терапию. Но, можно единственное, что сказать, что удается зачастую снизить дебиловки лекарственных средств, да, и у нас есть такие случаи, когда люди приходят и благодарят, и радуются, и говорят о том, что не только не растет доза антидиперпензивных препаратов, а кто с этим сталкивался, кто-то знает, что рано или поздно, скорее рано, через год, через полтора возникает резистенция, когда они будут снизимым препаратом, поэтому доза антидиперпензивные препараты нужно увеличивать, а это, кстати, медиотики, они тоже действуют на нашей системе лекарственной терапии, люди тоже приходят и говорят, я уже больше не могу принимать эти лекарства, у меня уже металлический приступ лаком, у меня уже очень больная стечень, но, тем не менее, отменить их нельзя. И вот в данном случае и дозировки растут постоянно. А в данном случае люди даже снижали препараты, и давление держалось нормально. Это большое достижение, это прекрасно, но лучше бы все-таки себя не доводить в это состояние и начинать думать о себе, уже начиная с 40-40 лет, не дожидаясь симптоматики, а с точки зрения противостояния. Особенно думать о профилактике, то есть люди, у которых есть какие-то факторы лица, которые курят, прием гормональной контрацепции длительный, лишний лиц, метаболический синдром, то есть это уже нарушение долерантности глюкозы, глюкоза на верхней границе нормы или выше нормы, высокий калестерин, где-то скачки уже артериального давления, может быть стрессовая работа, может быть просто эмоциональная водительница, бывают люди холерики, такие же эмоциональные настореагирующие, да, это все ведет по нашей сердечно-посудистой системе. И ее можно защищать, защищать профилактически в течение всего года вот этой линейки, которая состоит из витамина, подобранных микроэлементов, биохламина. Почему не один препарат? Бывают вопросы, но почему бы не сделать одну таблицу или одну факту? Не всегда можно в один препарат внести все, и не всегда нужно все делать вот одновременно. И линейка разработана таким образом, чтобы поэтапно насыщать организм необходимыми ему веществами, поддерживая. Все препараты поддерживают сердце, имеются небольшие, немножко нюансы. И так он больше на артериальное давление влияет, и на успокоение нервных систем и сердечно-посудистой. Канакор больше поддерживает микроциркуляторный рост, а при рентгене, канакор и натон, да, и чай точно так же. Но если их применять в сердце, то за 4 месяца мы полностью насыщаем наш организм необходимыми микроэлементами и витаминами и защищаем нашу сердечно-посудистую систему. В зависимости от состояния, от количества жалоб, уже имеющихся, от сложных факторов предположенности, можно повторять этот курс, да, да, в 2-3 раза в год. Вот такой эффективный и безопасный, самое главное, курс подобран у нас для защиты сердечно-посудистой системы. Мы рады его вам предложить. Надеемся, что он поможет вам оставаться здоровыми и активными. И по поводу, хочу добавить по поводу самих резонаров, да, меня сидели, спрашиваю, где будет выложено оно. Мы сейчас решаем, обязательно решим, в конце концов, этот вопрос, где вам объявляю, будет объявление на сайте, может быть, это будет отдельная ссылка, может быть, это будет выложено в отдельной папке на сайте, да. Пока есть такая опроба к вам. Если вы заинтересованы в получении этих ссылок, этой информации, пожалуйста, напишите нам на доктора, на специалистской стороны, если у вас есть какие-то еще пожелания получения по поводу самих вебинаров, да, может, что-то было интересно, может, что-то было наоборот неинтересно, что-то очень сложное, или что-то наоборот просто, или, может, вы о чем-то еще хотите услышать, о каких-то системах, органах или процессах, да, присылайте ваше пожелание, мы будем ждать, и в далекомости от этого скорректируем нашу с вами работу. Ну, а на сегодня я заканчиваю, как обычно предупреждаю, что мы встречаемся в следующий четверг в 16.30. Благодарю вас за внимание, за терпение, за интерес нашей продукции. Всего хорошего, до новых встреч.